уважаемые подписчики друзья случайный зритель я приветствую вас на канале роман парфенюк все монетах продолжаем рубрику редкие дорогие монеты ссср уважаемые зрители в сегодняшнем обзоре я хочу показать вам как различить один рубрику 1924 года стоимость которого доходит до 30 тысяч рублей в 1924 году возобновилась чеканка высокопробной серебряной монеты в один рубль в отличие от предыдущих выпусков 1921 и 1922 годов изображение на лицевой и оборотной стороне были полностью изменены на аверсе теперь были размещены недавно утвержденный герб ссср и текстовое указание номинала оборотной стороне помимо денежных функций решено было придать повышенное про бога пропагандистское значение на ней поместили изображение тружеников нового государства вот как выглядит описание монеты разосланная нарком финном на места феврале 1924 года при вводе в обращение серебряного рубля стоящий крестьянин слева в рубашке с открытым воротом и штанах высоких сапогах с опущенным серпом в левой руке придерживающий правее рукой в засученном рукаве стоящую борон и рабочие справа в блузе с открытым воротом и брюках выпущенных поверх сапог правой рукой обнимающий крестьянина а левой в засученном рукаве указывающий на восходящее за холмами солнце с ореолом лучей слева за крестьянином колосящиеся поле справа перед холмами фабричное здание с двумя трубами новая рублевая монета чеканилась только в течение 1924 и 1925 году с единым обозначением даты 1924 в дальнейшем использование серебра для изготовления монет постепенно начало снижаться в 1927 была прекращена чеканка полкинников из высокопробного серебра 900 проб а в 1931 году прекратили выпускать разменную монету в 10 15 и 20 копеек из серебра 500 проб перейдя при их изготовлении на медно-никелевый сплав друзья нумизматы выделяет по два варианта реверса и аверса который встречается на рублевых монетах 1924 года отличия на лицевой стороне найденные в числе остей у колосков огибающих земной шар в гербе ссср штамп 1 на ближнем к земному шару справа колосу одна ось найти его не так просто приведу детальное изображение где она хорошо заметно оба варианта встречаются одинаково часто монеты обеих разновидностей стоит чуть более 2000 рублей гораздо больший интерес представляет варианты реверса с фигурами рабочего и крестьянина на большинстве монет у заводского здания расположенного справа под солнцем окна в виде хорошо отчеканенных прямоугольников штамп а она очень небольшой части тиража эти окна видны в виде расплывчатых квадратов это штамп б некоторые менее заметные отличия у вариантов а и б можно увидеть и в других элементах изображения стоимость редкого варианта с квадратными окнами превышает 30000 рублей гуртовая надпись на рублях 1924 года чистого серебра 18 грамм пл несколько отличается от надписи на рублях 1921 и 22 годов там надпись по-другому чистого серебра 4 золотника 21 доля аг друзья но известны и единичные рубли 24 года с гуртовым оформлением предыдущих лет выполненными старославянской вязью в сегодняшнем обзоре мы с вами рассмотрим также монету номиналом 1 рубль 1922 года узнайте варианты исполнения и просмотрев этот обзор до конца вы сможете узнать за какую разновидность данного рубля нумизматы охотно заплатят вам 150 тысяч рублей друзья в 1922 году продолжилась чеканка 1 рублевой монеты для формирования серебряного запаса необходимого для проведения планируемой уже в те годы денежной реформы осуществлена эта реформа по укреплению новых советских денежных знаков она была только в 1924 году и начиная с февраля 24 серебряные рубли с датой 1922 можно было уже увидеть в регулярном денежном обращении изготавливались первые советские рубли на оборудование оставшимся на монетном дворе с дореволюционного периода их размеры 33 с половиной миллиметра и содержание серебра девятисотая проба соответствовали привычному для населения оформлению имперских монет что облегчало задачу их использования в денежном обращении и повышала степень доверия к новым монетам на аверсе рубля 1922 года был размещен герб рсфср сверху из боков окруженный призывом пролетарий всех стран соединять на оборотной стороне рублевой монеты звезда окаймленная венком для дополнительной защиты от подделывания на гурт монеты старославянским шрифтом была нанесена надпись чистого серебра 4 золотника 21 доля аг в мае 1922 инициалы минсмейстера аг заменили на п.л. так как артур гардман стал директором монетного двора а место управляющего серебряным переделом занял петр латышин п.л. всего монеты 1922 года имеют четыре разновидности кроме отличий по гуртовой надписи они различаются деталями оформления лицевой стороны коллекционерами выделяется вариант штамп 1.1 точечный ободок в правой части оканчивается целой точкой и штамп 1.2 точечный ободок в правой части оканчивается полуточкой примыкающий картуш друзья в целом рубли с датой 1922 встречается намного реже рублей прошлого 1921 года цена самого распространенного варианта рублевой монеты 22 года с лицевой стороной штампа 1.1 и гуртовой надписью спл равна 15 тысяч рублей монет в сочетании с штампом 1.1 гурт с аг было изготовлено несколько меньше и их стоимость 18 тысяч рублей более редко встречаются варианты с аверсом штампа 1.2 такие экземпляры с гуртовой надписью пл оценивается уже в 25 тысяч рублей необходимо отметить что монеты с гуртом аг и лицевой стороной штампа 1.2 изготавливались только для коллекционеров на улучшенных полированных заготовках такая чеканка производилась по заказу советской филаталистической ассоциации в более позднее время в обычном денежном обращении они не встречаются стоимость таких монет в настоящее время более 150 тысяч рублей дорогие друзья если вам понравился этот обзор и каким-то образом пригодилась информация моего канала я прошу поддержать мой проект лайком подпиской если вы еще не подписаны на канал подписывайтесь нажимайте на колокольчик чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений на этом я буду заканчивать с вами был роман парфенюк все монетах всего доброго друзья